Всем привет! Я очень рада видеть всех своих зрителей на своем канале. Спасибо, что вы открыли это видео, что вы решили провести со мной какое-то время. Сегодня я решила записать видео на тему офисных ароматов или же ароматов на каждый день. На моем канале нет такого видео и я подумала, почему бы и нет. Почему бы не посмотреть на свою полочку парфюмерную, не подумать, что бы я носила в офис. Или те ароматы, которые я ношу, когда я не знаю, что на себя нанести, они простые, они понятные, они не крикливые, не шлейфовые. Но в то же самое время они мне очень нравятся. Они такие, знаете, палочки-выручалочки, наверное. В общем-то, ароматы, под которые не надо подбирать образ, не надо что-то выдумывать, в общем-то, просто нанес и пошел. Поэтому давайте начнем. Здесь все ароматы, которые я люблю, несмотря на то, что они не особо такие заявляющие о себе, но, в общем-то, такие ароматы тоже должны быть на полочках, на наших парфюмерных полочках, для того, чтобы не раздражать окружающих на работе, да, и просто для себя, вот, когда не надо ни о чем думать, куда-то пойти, там, за продуктами, не знаю. А, в общем-то, ароматы понятные, скажем так. Вот, здесь начну я, наверное, с таких самых, наверное, простых, что ли. Простые, да не простые. В общем-то, давайте начинать. Первый аромат, который сразу пришел мне в голову, когда я подумала об этой теме, это Calvin Klein in Two. Вот такая туалетная водичка. Я очень люблю этот парфюм, я его уже не раз показывала вам. Я его всегда хвалю. Он очень теплый, он пряный, но пряность такая сладкая. Здесь очень красивая ваниль, здесь листок смородины, здесь фрукты кактуса, вот эти плоды такие колючие, уже почищенные, в общем-то, это мякоть. Я вот прямо отчетливо это слышу. Аромат не особо стойкий, и шлейф у него или умеренный, или его вообще нету. Очень такой слабо выраженный. Но парфюм очень красивый. Вот он очень красивый, он такой теплый. Мой муж всегда мне делает комплименты, когда я в этом аромате. Услышать его можно только при очень близком контакте с человеком. В общем-то, мне кажется, в офис прям отлично. Особенно осенью, он очень теплый, он такой согревающий даже немножко. Но в то же самое время в нем есть свежесть. В общем-то, красивый аромат. Я не знаю, он очень недорогой, но очень красивый. Прям очень его люблю. Вот прям рекомендую познакомиться, кто еще не знаком. Следующий парфюм это мужская туалетная вода, это Ференгейт 32. Мне этот аромат достался в подарок. Я знаю, что он уже снят. Но я видела, видела его с рук продают люди. Возможно, он у вас есть, я не знаю. Мне кажется, вот этот парфюм идеальный для офиса. Он очень холодный. Это именно холодный аромат. Здесь очень такой выраженный ветивер. Возможно, не роли. Есть какая-то горчинка в нем. В общем-то, как по мне, аромат очень даже унисексовый. Здесь уже немножко флакончик такой поцарапанный. Отлично. Отлично подойдет в офис и просто на прогулку куда-нибудь. Он такой, знаете, хочет воздуха. Он очень, очень свежий, очень холодный. В общем-то, нравится. Следующий аромат, который очень политкорректный, это BT-BTS. Аромат, который мне прислали на обзор. Деревянная вода называется. О-де-Боа. Вот такой. Я его тоже люблю. Мой муж его любит. Он очень приятный, очень спокойный. Он такой умиротворяющий. Действительно деревянная вода. Здесь деревяшки, здесь ветивер. Здесь есть какая-то легкий такой намек на сладость. Мне вот чудится, он, мне кажется, он вполне может соответствовать какому-то нишевому звучанию. Потому что, ну, действительно, для меня он звучит прям очень-очень как ниша. Он очень политкорректный. Ну, не знаю, ну, классный. Я знаю, что в Украине нету, в России можно, можно заказать. Если увидите, если в ваших странах появится, вот прямо обратите внимание на вот эту линейку. Это Леда Суптилс, BT-BTS. Ароматы неплохие. У меня есть набор кремов для рук вот этого бренда, BT-BTS, которые повторяют запахи всех парфюмов. И они все, мне практически все понравились. Они очень достойные. Следующий аромат, который я бы носила в офис, это Ливинг от Лалик. Мне умиляют вообще флакончики Лалик. Ну, вы знаете, да, что флакончики у них, конечно, это отдельная тема. Это произведение искусства. Замечательный аромат. Здесь тоже ветивер. Он слаще. Он лавандовый. Этот аромат мне напоминает Жозе Айзенберг. Это правда. Что-то есть. Вот это не клон, конечно, но что-то общее между ними есть. Он очень унисексово звучит за счет ветивера, но дает ему такую, знаете, мягкость и какую-то женственность, наверное. Вот лаванда с какой-то сластинкой. Кашмиран какой-то. Вот как что-то такое, шарфик какой-то, наверное, кашемировый. Что-то такое напоминает. Аромат очень такой понятный, как мне кажется. Понятный, удобный. Удобный для ношения. В общем-то, не надо с ним играться, там разнашивать, что-нибудь выдумывать. Просто нанес и пошел. Следующий парфюм. На каждый день в офис. Это Вандервуд от Ком де Гарсон. Он чуть-чуть жестче. Опять-таки, ветиверная тема. Вообще, ветивер я воспринимаю как что-то спокойное. Такое грустное, умиротворенное. Вот что-то такое. Здесь ветивер уже немного грубее. Но здесь, в первую очередь, срез дерева. Срез дерева. Классный аромат. Тоже унисексовая история. Я его люблю. Я вообще открыла для себя в этом году Ком де Гарсон. И жалко, в городе у нас нету стенда с этим брендом. Но я купила три аромата вслепую. Три аромата вслепую. Вот этот купила. Кстати, да, я перепутала. Я его тоже купила вслепую. Я перепутала. Я думала, я покупаю Ван дер Ууд. А купила Ван дер Вуд. Но Ван дер Ууд у меня в хотелках в Вишлисте. Это прекрасный парфюм. Ладно. Дальше. Следующий аромат. Леди Гага. Леди Гага Оде Гага 001, да? Или 007. А здесь так написано, что трудно понять. Да, 001. Да, я считаю, это аромат в офис. Мне он очень нравится. Я слышала разные отзывы на него. Даже людям здесь чудятся соленые огурцы. Для меня это очень странно. Да, здесь лайм на старте. Здесь теплый чай. Но на мне, на моей коже в базе он раскрылся фиалкой. Потрясающе. Просто аромат не особо стойкий, не особо шлейфовый. Три часа, наверное. В общем-то, для офиса прям вообще супер. Классный парфюм. Дальше. Следующий аромат. Это Ацелот от Сальвадора Дали. Вот такая туалетная водичка. Это уже будет аромат посложнее. Но, если вы любитель шипров, если вы любитель, хочется чего-то такого, знаете, немного вычурного, наверное, на работе, то вот этот дружочек, мне кажется, выручит. Почему? Потому что аромат не особо стойкий. И очень такой тоже у него шлейф довольно умеренный. Хотя он есть. Вот первый, наверное, полтора-два часа он прям есть. Но аромат, мне кажется, как для шипра, он довольно-таки политкаретный. Вот не знаю. Я бы советовала познакомиться всем любителям шипров, всем любителям старой школы. Это красота. Это просто красота во флаконе. Аромат очень красивый. Покупала я его за очень бюджетные денежки. Я не помню, по-моему, в прошлом году. Сейчас я посмотрела видео Евгения и Каролины, вот пересматривала недавно. И они там показывали ароматы, которые редкие или снятые. И Женя там показал вот этот аромат. Я пошла проверить, или он действительно снят, есть ли он на сайтах. Цена на него выросла в три раза. То есть, по сравнению с тем, что я покупала в прошлом году, сейчас цена на него, короче, вообще поднялась капитально. Но если вы вдруг увидите где-то по хорошей цене, вот прям берите и бегите. Все, кто любит шипры, это очень мягкий шипр. Он фруктовый, он не агрессивный. Это тот шипр, который спокойно можно носить. Вот прям люблю оцелотов. Следующий аромат может удивить многих. Наверное, следующие три, да? Ну, ладно. Это Линстант Можик. Линстант Можик новодел. Почему? Почему я бы его носила в офис, да? Для меня это, как ни странно, каждодневный аромат, короче, на каждый день. У меня есть небольшой отливант старой версии Линстант Можик. И это чуть-чуть другая история. Они очень похожи по звучанию, очень похожи. Но тот более старая версия, он более насыщенный, он более глубокий, он слаще, он шлейфовый, он, ну, в общем, он насыщенный. Вот это уже такое впечатление, что старый Линстант Можик просто разбавили, ну, не скажу водой, может и водой, не знаю, в общем-то разбавили этот аромат. Это очень печально. Если раньше он был такой плотный, знаете, это плотный шлейф, то сейчас это просто воздушное облачко. Вот я его так воспринимаю. Я его воспринимаю как очень легкое воздушное миндальное облачко. Поэтому в офис прям отлично, если вы любите сладкие ароматы, миндальные ароматы, вы хотите быть такой феечкой, знаете, но никого не душить этот аромат. Новый Линстант Можик, он никого не задушит, он не будет орать, он не будет шлейфить. Да, шлейф у него есть, но он очень слабовыраженный. Красивый аромат, он по-прежнему, вот я его слушаю, он по-прежнему прекрасен, но убрали отсюда глубину, убрали насыщенность. В общем-то он стал такой прозрачный. Следующий аромат тоже я бы носила в офисе, и вообще мне кажется, это аромат довольно-таки ежедневный. Это саденила от Эрмес. Здесь, я не знаю, честно говоря, или здесь есть ветивер, но мне здесь чудятся корешки. Корешки, может они мне напоминают, чуть-чуть напоминают ветивер. Вот морковку, если говорить о морковке, то это скорее стебли. Вот молодая-молодая морковка, она еще не набрала все соки, она еще не полностью, наверное, созрела, да, как плод, не стала такой упругой большой. Такая маленькая, в общем-то, зеленая совсем морковка, вот он не так пахнет. Возможно, даже морковной ботвой. Вот здесь, по-моему, помидорная ботва есть, но так сказать прямо, ну да, наверное, это она дает эффект вот этих корешков. Как будто бы какие-то корешки помытые, корнеплоды какие-то, знаете. В общем-то аромат интересный, он довольно-таки свежий. Шлейф здесь умеренный, он есть. Аромат, стойкость у него, ну, 4-5 часов, возможно, так это туалетная вода. В общем-то, в офис я его носила аж бегом. Это для меня ежедневный аромат, больше он, конечно, лето-весна. Но вот сейчас осенью мне тоже хочется его наносить на себя, не знаю. В общем-то, классно. Мне очень нравится флакон, очень нравится. Так, и последний аромат. Тоже, наверное, многие сейчас удивятся, когда я его покажу. Это 19 марта Титтиана Терренси. Тоже аромат для ежедневного ношения, для ношения в офис. О, я прям хочу его сейчас на себя нанести. Он очень интересный, как и, наверное, все ароматы у Титтиана Терренси. Здесь и свежесть, здесь и острота, немного колкости. С дымком. Вот есть здесь какой-то дымок. Тоже аромат для тех, кто хочет что-то посложнее, но при этом не слишком орущая, не слишком шлейфовая совсем уж, чтобы заполнил весь офис или весь кабинет ваш. Вот этот аромат прям отличный. Отлично. Здесь дым, здесь свежесть и здесь какая-то глубина есть. Вот он вроде бы простой, но в нем что-то интересное есть, понимаете? Он не похож на в целом линейку Титтиана Терренси, потому что он такой довольно-таки водный, знаете? Но я, конечно, не знакома со всей линейкой, но те ароматы, которые я слушала, вот он чуть-чуть, наверное, выбивается за счет своей... такой летучести какой-то, свежести, знаете? Аромат не настолько глубокий, как... Ну вот Морема у меня есть, но там вообще какой офис? Вы что, это очень глубокий, такой сложный парфюм. Это нет. Он заслащивается вот уже ближе к базе. В общем-то классный, не знаю. Мне вот он очень нравится. Я бы его вообще в офис носила. И он такой расслабляющий, какой-то умиротворяющий. Кстати, 19 марта. А я вот задумалась над этим. Где-то я прочитала и потом сразу вспомнила. 19 марта в Италии празднуют феста де папа. Праздник пап, да? Отцов. Вот. И, ну, наверное, этот парфюм приурочен все-таки к этому празднику. Он, наверное, все-таки больше мужской феста де папа. 19 марта очень символически. Название символическое. В общем-то, я легко его представляю на своем муже и вообще на... На мужчина, да? Это очень мило, если честно. Это очень мило, что Паула Терренсия создал вот такой аромат. 19 марта. И, скорее всего, этот парфюм приурочен именно к феста де папа. То есть, ко дню всех пап. А когда мы жили в Италии, мы, конечно же, отмечали этот праздник. В том регионе, где жили мы, там покупали специальные такие пирожные. В общем-то, дзипполы они назывались. Они, эти дзипполы делали специально на 19 марта. Это очень интересно. В общем-то, у меня у подруги день рождения 19 марта. Это очень мило. Не знаю. Мне прям как-то умилило. В общем-то, когда я об этом подумала чуть-чуть глубже, да? Вот такие ароматы, в общем-то, друзья, которые лично я бы с большой радостью носила в офис. И так как я не работаю в офисе, эти ароматы я ношу каждый день. Ну, имеется в виду, как я уже сказала в начале. Я их ношу, когда просто не надо что-то там париться. Да? Просто напшикал и пошел. И все. В общем-то, спасибо за просмотр. Всем желаю хорошего дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok